привет всем вы на канале просто детки и у нас продолжение обзора игры шарарам страна смешариков что у нас сегодня нового исчезновение крошек и выбей подарки из пиньяты а кто я вернулся это подарок карте и как обычно всегда давайте для начала посмотрим что там с пиньятой это типа как колесо фортуны будет или как вот висит пиньята так ударь посильнее и получи крутые призы а выиграй идет диван лобуса шарафон морской узел прикольно вот и набор веселые пираты обычный удар и супер удар можно сделать да так давайте попробуем сад эти четко вообще с лучшей не сделаешь а и получил фонарь получается можно бить раз два часа или покупать вот сразу все за румбики которые в принципе никогда нет да я никогда не понимал как это действует я вот ударил хорошо а это наверное за супер удар типа дают вот эти вот призы хотя я помню я брал тоже за румбики тогда как-то бил несколько раз выбивал максимально возможной возможную силу все равно мне давали всякую там непонятную дебедень так что не знаю не хочу играть если там я знал что вот если я правильно ударе я получил то-то и то-то я потом взялся румбиков докупил как бы и бил а так получается это просто все развод на румбики скажем так ладно с этим разобрались можно у кого есть время заходить там раз два часа и набрать себе кучу полезного всего за обычные бесплатные удары исчезновение крошек новое задание агента так агент таинственное исчезновение крошек выполнить задание и получить толстовку монстрик зачем нам летом толстовка вообще будем там не знаю футболку монстр бы дали или что-нибудь еще такое ну ладно говорят старинному коню в зубы не смотрят а давайте выполнять миссию где агент куда спрятался а в шарарами потерялись два малыша они заскучали и решили прогуляться а скорее найди их и верни в детский сад ладно я готов приступить к выполнению миссии прямо сейчас для начала отправляйся в детский сад наверняка другие крошки что-то знают и смогут тебе помочь удачи идем в детский сад нас на карте остались только нужные локации так крошки крошки здравствуйте вы наверное слышали что наши друзья ушли гулять и пропали да я слышал про это и хочу помочь а может быть ты знаешь куда они могли убежать а я знаю что они хотели покататься на катере по морю а вдруг кто-нибудь видел их форту а спасибо за подсказку ах да как только вы найдете крошек передайте моей подружке ее любимую игрушку не переживайте я обязательно передам игрушку берем а спасибо мы будем вас очень-очень ждать так это одна крошка может быть еще кто-то чего-то знает тихо было двое или они вместе ушли больше вариантов никаких да все наверно они вместе ушли идем в порт опа а эти что потоп какой-то был или что ну и денек сегодня рыба так плохо клюет а добрый день вы случайно не видели тут двух крошек а может и видел а может и нет я такой рассеянный последнее время а кто это такие крошки это два малыша мальчик и девочка они убежали погулять и пропали нет наверно второй вариант это два малыша мальчик и девочка они ушли покататься на катере пропали на катере говоришь да были тут двое а как же носились кричали перепугали мне все рыбу а если если это на них похоже ищи их на пляже спасибо за помощь хорошо а вот можно сачок cd прости друг у тебя он еще один есть так что мы один реквизируем так пляжник такой жаркий день а вы не купаетесь так не купаюсь я иду из порта и ищу двух крошек вы случайно их не видели видел они недавно прибегали сюда я угостил их мороженым они сказали что идут кататься на аттракционах спасибо вы мне очень помогли а мне тоже нужна помощь мой мяч закатился далеко в море я не могу его достать может быть у вас есть какая-нибудь палка или сачок чтобы подцепить мяч ладно помогу раз он не помог подсказал значит я им помогу так а где это море где это море это недалеко в море так берем сачок как его там а вот взяли выловили сачок главное что остался у нас все так долго происходит ужас так отдаем спасибо за мяч забирайте вот этот лимонад он пригодится вам в дальнейшем спасибо лимонад такого же цвета как и мячик прикольно а так парк аттракционов так куда же детки могут пойти только кататься на аттракционы в общем везде где они прошли везде погром да они давно тут были крошки ну и хулиганы сломали мне информационное табло и удрали даже не извинились я как раз ищу этих крошек и не знаю куда они побежали дальше а может быть они оставили послание на табло давайте я помогу вам его починить я тут где-то обронил гаечный ключ и в табло не хватает шестеренки найди их хорошо так шестеренка и ключ здесь вроде бы с этой стороны ничего нет ищем с другой так всякие там винтики болтики шурупы так что-то я пока ничего не вижу где-то здесь кто-то видит что-то а где-то ж она есть а вот ключ с акустиком что-то я как-то ключ я нашел шестеренка где шестеренка а вон 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 сразу как-то я дальше пошел смотреть а там вот не посмотрел в том месте одна шестеренка должна быть так аичный ключ ну все есть как теперь чинить вот а шестеренку о все на ватрушки крошки в общем чемпионат а ты отличный сыщик идешь по правильному пути за крошками и скоро обязательно их догонишь а за твою помощь я подарю тебе небольшой молоток а кто знает что встретиться на твоем пути может быть и мой подарок пригодится берем молоток хорошо будем будем кидать в крошек чтобы догнать их крошки ау ватрушек не видно о а вот и ватрушки а привет поиграем ватрушки хорошо так я уже не помню стоп ой а типа это они сами играли там да без меня финиш финиш ага и нарисован автодром типа формула 1 да подсказка кто же еще нарисует на снегу что за кроме крошек так механик яша я так понимаю да а привет ну история со мной приключилась у меня плохое зрение без очков ничего не вижу а сейчас куда то положил свои очки и теперь найти их не могу я попробую их поискать вдруг найду вот здорово так давайте искать наверно же они здесь а вот же лежат да хорошо держи свои очки чини свой автомобиль отлично теперь я опять все вижу и этот чудо автомобиль снова на ходу а чем я могу тебя отблагодарить я ищу двух крошек и узнал что они собирались зайти на автодром может быть вы их видели да они были тут взяли у меня скутер и отправились в джунгли покататься о я придумал забирай этот автомобиль на нем ты быстро догонишь малышей прикольно да если в реале кому-то найти очки а вот вот взамен дали в автомобиль так а вот что это здесь такое вон что-то вижу но нажать не могу и взять не могу ладно пока поищу просто что-то как-то не ищется о феечка а привет найди ботинки крошки а тогда мы узнаем куда убежали малыши один ботинок она потеряла на снежной горе а другой тут джунглях а сачок поможет достать второй ботинок ясно вот почему я не могу его достать мне нужен был сачок да что ж такое вот это вот стрелочки мне не нравится вот он ботинок вот хорошо идем на снежную гору мы же там вроде бы ничего не встречали вот здесь нормально стрелки работают а вот там в джунглях вообще как-то никак но где же ботинок вот он я так понимаю опять нужно в джунгли возвращаться да и карта страны мне же нужна не карта страны так стоп а где эти джунгли что-то я потерялся а может опять через механика нужно идти да через механика ну в смысле через автодром так а почему тут этот уже покоцаны ботинок этот а так вот я нашел а это один вот нашел а он упал но я его не взял так что ли так ну что ж такое а может отдать феечке второй все таки не хочет набрать второй может его совместить с первым а вот да а ты видишь что эти ботинки никуда не годятся а крошки побежали все смешмах за новыми ботинками торопись ты еще можешь их догнать в общем пока мы их найдем они уже будут обратно а в этом своем детском саду так фантики разные давайте вправо там ничего нет так тут что это было в коробках этих не пойму почему они прыгают неужели они там в подвале это в пещере давайте спросим а кто это опять отвлекает меня от важных дел а вы не видели двух крошек они провалились сюда и пропали так помню помню что сверху свалились два ребенка и убежали в одну из этих дверей двери были открыты и я не успел их остановить а в какую из дверей они побежали этого я не помню ну да а вы наверное устали хотите лимонад лимонад хорошая идея люблю лимонад отдаем честную заработу на лимонад у тебя у тебя ко мне какое то дело я ищу двух крошек они провалились в пещеры и пропали может быть вы их видели помню помню что сверху свалились два ребенка и убежали в одну из дверей двери были открыты а в какую из дверей они побежали в ту которую я пометил крестиком найди его с помощью лупы и иди в эту дверь но помню что в пещерах нужно быть осторожным некоторые вещи могут пригодиться в пути а другие запутать прикольно так лупаш у нас есть да а почему я не могу найти как-то может эти двери бантик какой то это выход типа да а сюда с другой стороны агент это снова ты ты уже знаешь дорогу так что проходи в нужную дверь удачи получается таки вот этот нужная дверь да да не открывается хотя лупа так по моему не использовалась а чтобы открыть кодовый замок введи секретный код а ну переводим код а и так код у нас подземелье все нормально можем зайти а бантик почему мы не взяли не брался он у меня так и в какую сторону идти весело давайте будем влево все время идти а а в пещерах так страшно а впереди тебе ждут опасности поворачивай назад пока не поздно прикольно а свет включить не никак идем в другую пещеру раз в эту не пускают опа шшшшш можешь пройти дальше отгадай мои загадки ты готов ну вообще то не сильно силен в загадках но все таки попробуем а всю ночь летает мышей пугает а станет светло мчится в дупло наверно сова сова ты за ней она от тебя ты от нее она за тобой это тень от кого мои друзья убежать никак нельзя не отвязно в ясный день рядом с нами бродит прикольно это тоже что ли тень да если если день не ясный если тучи то тени не видно что два один тот же вопрос ты справился с моими загадками и можешь идти дальше да такого прикола я не видел ну ладно так то и так так это куда то опять в люк еще ниже агент ты попал в подземный лабиринт а найди выход из него двигайся по лабиринту с помощью клавиш и будь осторожен ладно может быть здесь крошки будут даже не знаю а я всегда могу пройти до попробую сразу все уголки вот так вот исследовать хотя бы фонарем увидеть бы их было бы классно а там по моему тупик да нет не тупик там внизу есть проход вот и карты ничего не было как вот там и не помню где их станцию искали там карту мы видели изначально так крошки ау ну будет там пикнули о вот люк а здесь тупик ясно почему так и и думал но этот решил пройти вверх чтоб посмотреть как бы там вдруг что то есть а здесь здесь тоже наверное тупик нет не тупик но главное что цель и направление есть как бы так здесь тупик нет не тупик так вот здесь тупик или нет нет а вот там снизу нужно обойти думал это будет все дело быстро но вот спасение крошек ну как видите уже вот я 20 минут брожу по шараму пока только приближаясь к разогаткин вот выход опа вот они вот и они прикольно а может молотком разбить лед да точно ой ты кто такой это кто потревожил меня и пришел в мою пещеру без приглашения и совсем не страшно уходи с моего пути а то тебе не поздоровится это я агент а нет я пришел освободить крошек и третий вариант я пришел с миром и не хочу с тобой ссориться я знаю что ты хочешь казаться злым но на самом деле ты добрый фу а как же я мне снова тут одному даже поиграть не с кем не крошки с тобой не пойдут а крошки еще совсем маленькие чтобы убегать в пещеры без взрослых я должен отправиться с ними обратно в детский сад хм я покажу дорогу и крошки смогут уйти из пещер но только если что-то оставить взамен так ну вот почему нам дали игрушку мягкую да у меня есть мягкая игрушка крошек и мы можем отдать ее вам мягкая игрушка это моя давняя мечта он какой он грустный да давайте ему мишку дадим честно такой большой мишка как крошки с ними играли да эх как мне нравится подарок вы порадовали меня я покажу вам короткий путь в детский сад а телепорт да спасибо за помощь твоя награда медаль и толстовка монстрик ищи ее в своем гардеробе хоть бы сказали спасибо крошки но боятся пускай они сами а мы можем завершить эту миссию нет зачем еще раз ведь подарка другого даже не будет так толстовка хотя бы посмотрю на нее так толстовка а где капюшон капюшона нет так ну что ж переоденусь раз такое дело пошло уже эээ так эээ туфельки были понекрасненькие я бы их оставил так прически шапки прически что мне сюда о так вот типа прикольно да а но нет под эту толстовку подойдет вот этот шлем или не подойдет эээ какой-то бортовый все таки а не красный поэтому под него подобрать что-то тяжело бандана не сильно смотрится может просто какую-то прическу надо это и все да да вот такую бандану в туфлях прикольно ха 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 так костюм покорителя мари о вот я аж в этом пещерах лазил да мне как раз нужно было бейсболку с фарами такую чтобы фонариком там не светить ни бегать хе хэ хе в принципе ничего такого больше и нет ладно для начала нужно обувь глянуть может подобую что-нибудь будет прикольное ботинки или прикон ну не сильно они сюда подходят сапоги богатыря тоже ни о чем сандалики какие-то слишком маленькие для моего размерчика. Ботинки сыщика. Я же сыщиком был, да? Как раз ботинки сыщика мне, по идее, должны подойти. Но как-то они на вид не очень. Да, ботинки мне не нравятся. Рэп осень. Нет. Ну, пускай будут такие ботинки. Что же сделаешь? Нету ничего другого получше. А, фон. Какой мне фон для сыщика нужен? Фон для сыщика... Есть у меня другие фоны? Есть. Типа, вот такой страшный, да? Ведь мы же были под землей, там было страшно. И аксессуары. Аксессуары. Что нам лучше взять с собой? Кто нам помогает в сыске? Даже не знаю. Как вы думаете, кого лучше взять? Леденец. Хе-хе-хе. Нет, не вариант. Рокера тоже не нужно. Да. Давайте. Здесь с собой возьмем. Давно его не было. Вот такой, в принципе, прикид. А можно было киркулу взять или до рубля. Мы как раз крошек рубили. Так, ну... Вот такой вот какой-то прикид. По-моему, не сильно, конечно, прикольно получился. Ну, зато... Зато мое. Родное. Так, ну что, развязяк. Обновление мы прошли. Уже было когда-то такое. Не помню, давно или не давно. Уже, кажется, время так быстро летит. Надеюсь, кто еще не играл в этот, скажем так, в этот квест, то вам понравилось. А у нас осталось, как всегда, ваши подарки, сообщения, заявки. Давайте сразу начнем с заявок. Заявки, заявки, заявки. 120 заявок. Всех добавляю. А, кстати, можно в куб пойти. Так, подарки от классный М2, от Рэйвен, Круар Патч и Молния. А также от Циклона, Дианос, Владиленочка и Виак. Эмили, Стас, Андрей Джи и... Еще одна Эмили. Ильфатушка, Мерка, ФМ, Роман, Лысик и Роман, Н777. Катя Шар, Максим, Сам Сам, Паста Борила. Катце, Я, Яч, Сми, Фыв, Крож и Шин, Сок. Петя и Леш, Насиба, Эс, Козлик и Натся, Мэй. Пуф-пуф, Крошик, Деда Ширак, Рамазан, Батя. А на этом подарки на сегодня заканчиваются. Но еще у нас есть открытки, их сегодня даже 27, которые до нас дошли. Это как посылки из Китая, да, заказываешь много, приходит не все. Такие открытки присылаете вы много, а до меня доходит очень мало. Так, открытка от Сам Сам, от Декарта, Котенок Снег, Классный М2, Эмили, Рейван, Рома Н777, Молния, Крош, Циклон, Виак, Эмили, наверное, другая уже, да, Сергей, Буря, Сестры, 9,5, Рома, по-моему, был уже, Роман Лысик, Джозика, Крош, Сам Сам, Саша, Крош, не знаю, тот, не тот, развелось тут столько Крошей, что, бати их всех запомни, и Милашка. Так, открытки ваши тоже есть. Ну, и несколько сообщений ваших, очень кратко, потому что так уже полчаса видео длится, введи промокод стрим, и узнаешь, что будет. Ну, стрим, а, не знаю, есть такое вообще, что-то я не слышал? Стрим, а, такое ощущение, что, наверное, ничего не будет. о, 500 опыта, нормально. Раньше такого промокода не было, сейчас видно появился, отлично. Спасибо за подсказку. Вот, все знают, как заработать теперь опыта. Так, привет, Нюша, которая, Олеси Виноградова. Вот там, спасибо за пожелание. А также, привет, кот Феля. Рэйван, привет. Молнии 005. Вот, спрашивают, молния новый кот, вот как раз вы уже видели его. Привет, Варя, циклона. Она, она уже знает, что он ее любит. Привет, шустрик, откуда ты берешь коды? И сколько их у тебя? Но у меня их не больше, не меньше, чем у всех остальных. Откуда беру, но вот видели, мне написали, я всем озвучил. Вот оттуда я беру от вас, любимых. Так, Сергею привет, дай пять в экран. Но если я дам пять в экран, то, экран не выдержит, наверное, этого, поэтому, просто привет. Так, Деда Ширак передает смешарику Мак Костя 11, привет. Приветик Евгений, Привет Артему Лисову и Никите Соколову. Здрасте, извините, но есть ли у вас один ненужный смешарик больше 20 уровня? Можете ли мне его подарить? И т.д. и т.п. Но я уже много раз говорил всем, что я играю с самого начала, с первого дня, одним смешариком. И никогда у меня не было других, и, надеюсь, не будет. И вам советую тоже всегда играть одним смешариком и прокачивать одного. Лучше вкладывать свои силы во что-то одно, а не распыляться на много мелких, потом за этого заблокируют, потому что в правилах написано, да, там, что нужно только одного иметь. Привет Лизе и ее братику Вове. Привет. Кстати, да, я помню, в комментариях писали, что я не зашел на корабль, и, получается, на веревку с пиратской одеждой я не глянул. Наверное, на этом я буду обзоры завершать. Сейчас гляну, пойду на корабль. Этот раз я даже не собирал такие вот доски. Не было у меня как-то времени на это. Стоп. Это же протуда. А я все время сюда, в бухту, по привычке. У нас обычно в бухту приплывает корабль из далеких стран. Так, пиратский корабль, вафельный. Нет, это вафельный корабль, там пиратский в бухте. Так, вот она одежда. Кстати, Джо Уоррен возьму на всякий случай в одну досточку. И пиратские вещи. Вот они. Красота, слушайте. Пиратский камзол. Вообще, прелесть. Классный камзол. Так, пиратская треуголка. Вообще, огонь. Ботинки. Класс. Так, а это, наверное, нет, тельняшка, не за румбики. Пока все за смешинки. Это круто. Повязка на глаза. Бандана. Так, ну, а вот это крекерная треуголка. Наверное, вафельное пальто. Что, неужели все за смешинки? А, очки с ушки. Очки с ушки все-таки за румбики. Всего лишь один предмет за румбики, это прикольно. Что-то новенькое. Обычно половина за румбики, половина за смешинки. Ну, что ж, на этом наш обзор завершен. Надеюсь, вам все понравилось. Поддерживайте это видео своими лайками, делитесь с друзьями, подписывайтесь и оставайтесь с нами. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok